То есть взрывное устройство находилось несколько левее непосредственно с самого помещения подстанции. Да, там были незначительные повреждения взрывной волной. Взрывная волна пошла через крышу, вышла, несколько повреждена крыша. Но говорить о том, что целью была электрическая подстанция, наверное, было бы неправильно. Повреждений подстанции серьезных не было и электроснабжение военного госпиталя не нарушено. Но слава богу, что в это время не было там никого. Ни людей, ни транспорта, тот трамвай технической поддержки, который там находился, принял на себя основную взрывную волну. И хорошо, что технические работники работали на путях несколько дальше. Взрывное устройство было использовано примерно такое же аналогичное, как и раньше. То есть, оно не проводилось в действии путем подачи какого-то сигнала. Есть специальные взрыватели с замедлителями. Выдергивается чека. Стоит во взрывателе соответствующая мембрана. От толщины этой мембраны зависит время замедления взрыва. Оно может достигать от нескольких минут до 15 суток. Но я больше склоняюсь к тому, что это был больше взрыв, направленный на устрашение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...